Трихинеллез – паразитарное заболевание. Его воспудитель гельмин трихинелла попадает в организм человека с пищей, и точнее, в пищу. Чаще всего это происходит в тот момент, когда на столе появляется непроверенное мясо диких животных, как правило, кабанов. Однако, порой источником становятся и домашние свиньи, которые сами заражаются при поедании мелких грызунов, а также отходов охотничьего промысла. Никакая термическая обработка от трихинелл мяса освободить не способна. Паразит трихинеллы очень устойчив во внешней среде, может при замораживании 4-10 месяцев жить, при варке даже 3 часа выдерживает, в наших волновых печах тоже прожарку, пропарку он все выдерживает. При солении сохраняется до года. Поэтому употребление даже 10-15 грамм зараженного мяса может привести к трихинеллезу. Обычно проявляется заболевание через 2 недели или месяц с момента заражения, но может дать о себе знать и через несколько дней. Все зависит от полученной дозы возбудителя. К врачу должны заставить обратиться следующие симптомы. Это в первую очередь общий интоксикационный синдром, повышение температуры, слабость и боли в мышцах. В первую очередь это мышцы, которые наиболее интенсивно работают. Это жевательные мышцы, мышцы лица, межреберные мышцы и дыхательные мышцы. Заболевание может протекать как с ярко выраженными симптомами, так и со стертой клиникой. Однако последнее не должно стать поводом для самоуспокоения. Болезнь требует адекватного и своевременного лечения. Тяжелые формы трихинеллеза могут привести к летальному исходу. В числе мер профилактики отказ от употребления в пищу мясо диких и домашних животных, не прошедшего ветеринарный контроль. Продолжение следует...